Ну вот, скажем, сегодня мы двигаемся к сати-югу, мини-сати-югу. Мы уже прошли кали-югу, малую кали-югу прошли, и нам грозит, в кавычках, наоборот, благодельствие в течение, ну, скажем, чуть ли не 10 тысяч лет. Но 5 тысяч лет минуло, это кали-юга минула, мы сейчас находимся в 2 паре юга, технически, астрономически даже. Можно определить, когда она заканчивалась, есть определенный код, когда заканчивается, потом будет рета, потом будет сати-юга. Так вот, в связи с этим вопрос, поскольку люди жили, вот на прошлой программе мы определяли, сегодня мы живем, ну, так в среднем пока еще, где-то в районе 100 лет примерно, да, а предыдущую, там, в трета-югу мы жили тысяча, до этого 10 тысяч, ну, и так далее. Так вот, будем ли мы жить значительно больше, в связи с тем, что мы движемся в сати-югу, пускай даже мини-сати-югу? Я могу ответить определенно «да», только вопрос «насколько», да? Почему «да» больше? Потому что по мере того, как люди будут менять качество своей жизни, то есть, помните, мы говорили, что в два пара-югу к правдивости добавляется еще милосердие, а в трета-югу к милосердию и правдивости добавляется еще чистота, а в сати-югу как бы уже все четыре, как бы столпа или опора дхармы присутствует, это правдивость, милосердие, чистота и аскетизм, то благодаря вот проявлению таких возвышенных качеств, качество жизни также меняется, а одно из следствий улучшения качества жизни – это увеличение его продолжительности. Поэтому, без сомнения, продолжительность жизни должна расти по мере того, как люди будут менять качество своей жизни. И это связанные вещи. Другое дело, что, как говорят все специалисты, я с ними согласен, качество жизни означает повышение вибраций, повышение частоты энергий, в которых мы с вами находимся. И это означает, что те души, которые не принимают вот такой сценарий развития событий, то есть не хотят повышать качество своей жизни, они просто будут уходить с этого плана в более низкие измерения, которые для них как бы естественны. Это к тому, что с одной стороны будет повышаться продолжительность жизни у тех душ, которые будут повышать качество своей жизни. А те, кто не собирается это делать, они будут уходить с этого плана. Вот почему сейчас время, когда мы видим, что чем дальше, тем больше людей начинают уходить с этой планеты, оставлять ее. Почему? Потому что энергии нарастают, повышаются, и эти нарастающие энергии предъявляют нам более высокие требования, более высокие требования к качеству нашей жизни. И как на уровне чувств, так и на уровне разума, интеллекта и сознания. И если вот эти повышенные требования, они нас побуждают расти в своем сознании, развиваться, и таким образом подниматься на более высокий уровень и увеличивать продолжительность своей жизни. Или просто уходить из этой жизни в то измерение, которое характерно для наших вибраций, с которыми мы хотим остаться. Поэтому качество жизни должно повышаться, продолжительность увеличиваться, и будет происходить своеобразный вот такой как бы отбор. То есть те, кто готовы жить по-новому на более высоком уровне энергии, те будут вот, останутся в этом измерении. А те, кто готовы и не хотят, ну они пойдут в другое измерение. Останутся в этом измерении. В каком смысле останутся в этом измерении? Я имею в виду, на этой планете будут продолжать как бы исполнять свою дхарму и вот осуществлять вот эту сати-югу. То есть сати-юга, она будет микро-сати-юга, будет длиться 10 тысяч лет, и вот в это время здесь будут те души, которые готовы действовать в этих энергиях. Ну то есть опять же, оставляя это тело, я рождаюсь снова, да, и продолжаю дальше этот цикл развития вот в этой атмосфере сати-юги. Но если я не готов действовать в этих энергиях, то я оставляю это тело, иду в другое измерение, да, в Вселенной, и на другом уровне продолжаю свою эволюцию. Вот это не имею в виду. Угу.